итак сегодня я вам хочу представить и очередной канал игровой канал на ю тубе кстати его уже рекламировал ребята 154 подписчиков всего давайте ему до 200 догоним ведь я на него оформлен называется он илюха сам павский у него очень хорошие ролики сейчас мы посмотрим некоторые из них он делает летсплей по сампу вот смотрите на адвейнс рп он играет на часы участие фончиков здравствуйте привет привет а это я читаю чат ты бы тоже чат вычитал у меня нет меня нет чат мы ведь он играет не только ник не как я я всегда в одиночку играю он играет с кем-то 1 на аризоне играет а луста теперь будет четвертом серийки так с минуты я провелись объяснили так и сейчас еще тут был один хороший ролик а вот работа пожарным в общем все итак у нас вот так выглядит илюха мигалки так выбираем этот ограничитель все сразу же первый вызов ребята первый вызов пожар вперед все круто круто ребята очень не нравится его канал советую вам тоже на него подписаться не очень много роликов мне я почти уверен что вам все эти ролики его понравится и так значит канал на ю тубе игровой канал называется он илюха сам павский ссылка на этот канал будет в описании и так всем привет ребята не прошу не удивляться сейчас я буду играть на эвальф эвальф рп все правильно а а почему не удивляться сейчас вам кое-что скажу сегодня у меня не совсем обычная запись дело в том что время сейчас разгар рабочего дня понедельник а я сижу дома я не заболел заболел мой компьютер вот вчера вроде нормально работал сегодня утром перед тем как идти на работу я его включил и тут у меня что-то пошло все не так все неправильно вот а мне надо было идти на работу я позже ехал на работу там договорился с начальством отпросился и поехал домой потому что вечером после работы я бы не успел все это сделать отладить свой компьютер я так думал и еще записать ролик а ролик и сегодня обязан был записать поэтому я вот сейчас сижу дома компьютер я вроде отладил тут и установил несколько программ хороших все настроение у меня исправилось но и думаю что время терять сейчас запишу значит ролик на эвальф рп по крайней мере сейчас тут меня точно никто не ждет все думают мои подписчики что я на работе а я вот видите прогуливаю сегодня прогуливаю шучу я не прогуливаю я отпросился у меня есть так называемые отгулы и один из них я сегодня использовал вот кстати еще немного домашних дел сейчас успею наверно переделать вот и у меня очень хорошая для меня новости и наверное для вас тоже сейчас поговорим про мой квадрокоптер меня любят тут просит иногда нет когда играешь поговори про квадрокоптер так вот записывал я значит влог свой и вот моих влогах где летаю на этом своем квадрокоптере снимаю своей камерой там камера у меня там айлук плюс я люблю значит и менять панорамы там вниз камеру направлять дальние горизонты так снимать и очень меня раздражать стал в последнее время так называемый эффект рыбий глаз вот посмотрите на моих роликах особенно на последнем да на любом на любых в любых моих влогах где у меня есть значит видео снятая на с квадрокоптера этой камерой везде идут искажения за счет того что камера широкоугольная если горизонт ровный и она смотрит только вперед камера то никаких проблем там все без искажения идет ведь эта камера у меня находится на квадрокоптере она мне специально там находится для того чтобы я снимал сверху вниз и тогда идут сильные искажения вот я не знал что мне с этим делать я долго как говорят юзал в интернете решение этой проблемы и наконец-то я нашел это решение даже несколько решений я нашел этой проблемы это можно изменить и в sony vegas оказывается но там довольно это муторно и потом очень большие изменения вносит на что не вегас файл и очень долго потом начали нет рейдница в общем сохраняется я нашел совсем другую программу the fish 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 ну в общем я потом моря даже на в ссылке оставлю то есть в описании к этому ролику оставлю название этой программы вот она платная уж больно дорого на стоит я посмотрел я хотел ее купить я вам говорил что лучше программу покупать но извините меня за программу отдавать 100 баксов которая делает всего лишь одну операцию карас тук операцию которая мне и нужна была устраняет эффект рыбий глаз я все-таки и взломал не с первого раза сразу скажу но я ее взломал ух таксист тебе это не повезло офицер сантьяго это сзади или спереди тому таксисту сейчас откроет на типа тебе огонь правильно нечего деда подрезать и вот в общем я взломал эту программу установил взломал она отлично работает исправляет значит этот эффект эх ты я виноват в один клик и сохраняет быстро в отличнейшем в том же качестве которым значит и был у тебя файл я вот этому сейчас очень рад я потому что я все это сделал не спеша в свое время у меня свободно сегодня много в общем я заболтался вот а я приехал сюда к мэрии так здесь не больше болтаю о другом чем эвальф рп но эвальф рп я хочу значит немножко разнообразить свою игру надоело мне развозить продукты пойду я посмотрю что там может еще на на какую-нибудь профессию устроить другую так здесь по моему это за прием на работу да вот а давайте я водителем автобуса поработаю вот роут команда я помню эту команду поработаю водителем автобуса те кто мне говорят где-то надо идти в дальнобойщики там больше денег заработаешь еще чего-нибудь блин то что такое не успел выйти уже машину сперли конкурс угонит деда машина деду дедову машину продолжается не но я по-моему не и не запер я сегодня как-то у меня такая эйфория небольшая что у меня все получилось компьютером бог с ним тут автобусы рядом где-то сейчас добежим и так поработаем немножко вот те кто мне говорят что есть более денежные работы ребята у меня с деньгами проблем здесь нет ни на одном из серверов на которых я играю имею ввиду свиртами поэтому я играю не там где денежно а там где мне интересно вот дальнобойщиком я поиграл но мне тут не очень понравилось ухты задавили деда правильно нечего перебегать дорогу в неположенном месте да блин ты что специально что ли еще сигналит главное ну правильно делаешь сигналит нечего перебегать дважды меня задавили потому что я дважды перебегал дорогу в неположенном месте возьмем сейчас крайний автобус и попробуем на нем поработать так сейчас наверное аренда 500 вирт нормально да вот так подождите а я ведь не ввел команду что уже и не обязательно вводить команду а нет это только если завершить понятно тогда не будем ее завершать поедем себе да поедем так что я сегодня в общем то и то же ездил на автобусе главное я приехал на работу настроение никакое подошел к проходной завода думаю блин там компьютер сломан дома вечером приду надо еще домашние дела поделать надо ролик записывать когда это я все успею когда я потом спать лягу люди будут ждать мой ролик а я тут буду это в общем приехал на вот примерно на таком же автобусе но не на таком тоже у нас хорошие автобусы в Вологде ходят заплатил значит сколько у нас 23 рубля значит за проезд расстроился в проходной стою покурил покурил на я смотрю начальник мой идет я к нему так и так он говорит да езжай без проблем все тебе оформим и опять на этот же самый автобус и домой и домой и еще 23 рубля значит покатался с утра на автобусах можно было сразу позвонить шефу на сотовой и отпроситься так аккуратнее и так что вот теперь я теперь даже не знаю вот мне я смотрю свои ролики которые я уже выпустил снятые с квадрокоптера и меня сейчас очень сильно раздражает этот вот эффект рыбий глаз у меня есть желание их все поудалять переделать значит вот с этой новой программой удалить этот эффект получается вообще здорово все ровненько но я подумал что там под этими роликами очень много комментариев просмотров не буду я их удалять а все следующие мои последующие мои значит видео которые я буду снимать во влогах с помощью значит этой камеры которая мне подвешена на квадрокоптер я буду значит исправлять этот эффект с помощью программы хорошей и все будет отлично еще у меня вчера была одна проблема я не хотел про нее рассказывать но это расскажу наверное у меня вдруг квадрокоптер сломался не разблокируются эти моторы и все но это я конечно могу это объяснить я потом нашел в чем дело там программный глюк был они не по железу может кто и поймет меня кто вот у кого есть квадрокоптеры или там кто имел с ними дело дело в том что я когда делал свой последний последний раз записывал на квадрокоптер он у меня там а видно кстати в моем последнем ролике там садилась батарея я не давая ему упасть я очень сильно триммерами есть такая вещь триммерами наделал кверху в общем простым языком сказать сделал больше мощи двигателям чтобы они значит держались держали значит в воздухе аппарат и вот эти вот настройки более мощного более мощной работы двигателей они остались они никуда не делись даже после того как я все выключил перезагрузил и пульт и и квадрик эти настройки остались и очень там было много я их добавил и у меня никак и двигатели были заблокировались и все и не разблокировались и никак я не мог тут запустить больше вообще его включить тоже долго я искал информацию в интернете ничего толком не нашел потом стал просто размышлять размышлять вроде ну сам сам с собой так рассуждаю он у меня включался до этого сейчас перестал включаться кстати хороший между прочим способ вот так вот размышлять и вспоминать я начал вспоминать что я делал что я чего я не делал раньше почему он у меня вдруг перестал включаться и тут я вот вспомнил что я тримировал пользовался вот этими вот там клавиши специальные на на пульте и стал дальше думать искать где эти показания насколько я поднял мощность двигателей нашел их на пульте убрал как было в этот по умолчанию триммерами назад и все он у меня запустился а я уже думал все надо сдавать значит квадрик в ремонт а у нас я даже стал этот мониторить по интернету где в Вологде здесь у нас ремонтируют квадрокоптеры нашел значит три места вроде как они предоставляют такую услугу хотя у них есть фотографии даже ихнего ихних офисов на разных улицах в трех местах в Вологде хотя вот у них на их рекламе написано там ремонт бытовой техники ремонт цифровой техники там телевизоры ноутбуки компьютеры планшеты сотовые телефоны чего там только не написано все написано кроме квадрокоптеров так что я не уверен что они там действительно умеют ремонтировать ну тем более что у меня он даже и не сломался а я его можно сказать сам сбил настройки но почему-то я был уверен что после перезагрузки значит они возвращаются по умолчанию нет не возвращаются кстати вот то же самое у меня происходит с моей камерой iLook Plus с которой я снимаю мало того что она вот дает такой эффект рыбий глаз она еще и вот выставлено там число там по-моему 1 января 2015 года и все я никак его не могу убрать я даже скачал значит приложение с помощью которого его можно убрать ну разные настройки там выставить другое разрешение убрать значит дату или поменять дату вот но тоже все только на один раз как-то это перезагружается опять возвращается все по умолчанию но кстати насчет этой даты которая высвечивается в левом верхнем углу теперь у меня не будет проблем потому что вот эта программа которая убирает эффект рыбий глаз она убирает за счет значит небольшого но обрезания роликов ролика по сверху и по краям и как раз эта дата она исчезает так что теперь у меня все будет нормально ну что не знаю не знаю что садись покатаю агаи вызываем ну ну да нет вот ни к чему у него давайте покатаю лучше вызывай гай не он мне сзади врезался это такой подставщик или я его подставил не ребята я не буду сейчас я понимаю по рп надо было бы здесь значит мне с ним начать эти разборки хотя нет он это он пошутил он понял кто с ним значит играет и спрашивает я в кадре а я ему отвечу так без этого говорю просто да ну в смысле я отвечаю да на это вызывай гаишников да в кадре куин 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 не знаю такого кс если было бы квин два две буквы и был бы король подписывайтесь на канал деда молодец куин молодец молодец точно точно подписывайтесь на канал дед каскадер так ну что а сколько я интересно заработаю сегодня что-то я совсем даже вот еду так чисто автоматически проезжаю эти все маркеры не знаю уже сколько мне этот ролик длится оп а не нормально все и вот я говорю у меня сегодня такое настроение я на работу не пошел как же мне этот ролик называется дед прогульщик или прогулял на работу вот сижу дома жена на работе я дома сижу в компьютерные игры играю вообще кошмар пипец как скажут некоторые да ладно я еще отработаю вот ну а представляете если бы у меня накрылся бы компьютер я бы это я вообще не знаю что делать вот кстати действительно вот такая проблема у меня раньше тоже бывало система полетит или еще что-нибудь там вирусов поймаешь хотя сейчас у меня антивирусник есть причем тоже платный я его купил доктор веб он вроде охраняет нормально а вот так допустим ютубер какой-нибудь допустим вообще знаменитый ролика которого ролики которого там дорого стоят его все ждут не раз у него накрылась система а систему переустанавливать это тоже мало того что переустанавливать систему это время займет но потом надо еще переустановить очень много своих программ различных это занимает время и вполне возможно что ролик и не выйдет тот которого люди ждут вот эта вот проблема вот этого я сегодня и испугался но вроде у меня все наладилось что-то у меня с браузером было с утра не знаю что какой-то глюк у меня хром браузер и вот он чего-то у меня вообще тормозил полностью мало того что сам тормозил тормозил полностью весь компьютер вот в принципе его можно это не не проблема его переустановить но это занимает время у меня сегодня еще много домашних дел сейчас вот я этот ролик сделаю начну выкладывать его смонтирую поставлю загрузку его на youtube и пойду по магазинам пройти на вокзал сходить так что мне сегодня не до работы сегодня дед прогульщик дед прогульщик и кстати еще одну новость скажу но эта новость наверное больше важна тем кто смотрит мои влоги вот в последнем своем влоге я сказал что в следующие выходные мы с моей женой с Маргаритой никуда не поедем а останемся в Вологде вот ребята ну это обращаюсь с тем кто смотрит мои влоги дело в том что планы изменились позвонила теща вчера и сказала что фигушки вам приезжайте надо варить варенье варенье из черной смородины которые вот мы ели в этом ролике так что влог по городу пока откладывается поедем мы опять значит туда же туда же где и были в эти выходные поедем и вот у меня даже это вопрос такой возникает я там в принципе с воздуха в этой деревне в этом селе бушуиха нравится мне название такое бушуиха а кстати мать у меня живет в селе шуйское все такие названия такими мягкими шипящими так вот в этой бушуихе мы уже я уже все с воздуха поснимал я вот не знаю брать мне с собой квадрокоптер мне хочется мне хочется квадрокоптер чтобы наснимать значит с рыбьим глазом а потом значит все исправить и получилось чтобы так куда ж ты получилось красивый красивый ролик красивое видео без искажений так сказать протестировать эту программу уже более серьезно но я не знаю что там еще снимать я вроде все там уже наснимал панорамы школу снимал кстати школа это заброшенная там кто-то меня спрашивал в ней давно уже никто не учится просто в этом селе уже ну мало народу народ переезжает больше в города и там просто мало детей чтобы для них содержать целую школу этих детей которые нет я не говорю что там вообще никто не живет там есть и люди живут и дети есть но их возят на школьном автобусе где-то а сейчас скажу километров за 20 наверное может чуть больше есть другой город не Вологда Грязовец такой город там есть и там есть школа они ходят учатся там возят их на школьном автобусе вот а эта школа да заброшена что-то я все болтаю болтаю так можно второй так можно целый день что-то у меня сегодня язык иногда знаете бывает записываю ролики наверняка замечали и делаю паузы так думаю а в чем так поговорить это когда у меня знаете такое настроение не очень если допустим а сегодня у меня хорошее настроение на работу не пошел так что я могу еще на целый круг тут автобусника наболтать не знаю такой вот ролик у меня получается но болтать то я болтаю конечно но время то идет время идет а домашние дела остаются не сделанными мне сегодня еще макароны варить вот жена сказала белье вот надо вот записочка даже покажу постирай белье постирать белье это значит надо загрузить его в машину у нас машина автомат сейчас наверное у всех машина автомат стиральный так что дел у меня еще много самое главное что я вроде наладил свой комп и освоил программу не забыть бы в описании значит название этой программы скинуть может кому и она тоже пригодится для устранения эффекта рыбий глаз вот а знаете что наверное буду я заканчивать свою работу автобусника но как я буду заканчивать я наверное сейчас во первых я поеду домой машину у меня угнали и вот я на этом автобусе поеду сейчас домой и когда приеду домой нажму выберу команду значит road как читается если просто тупо по русски читать road хороший русский язык вот как написано так и читается а вот особенно говорят это во французском языке это вообще мрак там пишут одно читают совсем другое вот смотрите все знают машину рено автомобили вот вот а вы их очень много ездит сейчас по улицам значит разных городов россии и других стран значит снг а вы посмотрите подойдите как там написано на этом латинскими буквами это понятно там рено лтеу вообще не поймешь а читается просто рено это по-моему вообще бред полный хотя ничего не буду говорить потому что я я вообще если честно кроме русского языка никакого языка другого не знаю русский то еще не до конца знаю вот но русских языков много этих разновидностей есть русский матерный язык который я тоже не до конца изучил вот литературный разговорный ну надеюсь разговорным я владею хорошо так ладно все это лирика точно да не знаю что вот эта команда завершить ух вот хорошо я сюда приехал я так и знал что автобус пропадет деньги будут перечислены а я заработал кстати 7600 хорошо и все пошел я домой что ты что я не сюда приехал это не мой дом блин это ведь не мой дом я сервера перепутал это же не мой дом ну ладно все равно тогда здесь закончу а кстати а здесь вот смотрите видите а нет тут есть это кстати вот эти дома здесь даже вообще не активны они даже не продаются вот тоже кстати информацию новую узнал эти дома здесь не продаются здесь дома вот только там а здесь они не активны странно странно почему это же эволф рп тут и онлайн больше и можно было их задействовать наверное ну не знаю я в этом деле не разбираюсь никогда не имел своего собственного сервера вот все вот все отболтался сейчас пойду делать домашние дела может кому-то мой сегодня ролик не понравится потому что ну тут было больше болтовни моей чем игры а кстати вот так хорошо когда-нибудь играешь так спокойно во что-нибудь в смысле работаешь кем-нибудь не напряжно мысли в голове так появляются если о чем-то думаешь нервы успокаиваются советую советую вот и кстати сервер эволф рп для этого очень хорошо подходит и да я вспомнил Илюха Самповский в самом начале этого значит моего ролика есть рекламка у него наверняка лучше видео чем у меня больше там и рп и действия так что подписывайтесь на его канал ставьте ему лайки ну а я с вами значит сегодня прощаюсь до завтра завтра мы будем играть на Аризона РП завтра я не буду прогуливать работу завтра я приду вечером начну вечером уже записывать как обычно свой очередной летсплей ну все всем пока до завтра